Николай Хохлов сегодня сядет за руль не комбайна, а своего нового авто. Чемпион жатвы из Кущевского района намолотил больше всех зерна – 63 тысячи центнеров. С 14 лет на поле, но таких результатов никогда не было, признается комбайнер. Ну, молотили все комбайны. Ну, как бы кто-то там, может, подломался, кто-то не ломался. Я вот практически вообще не ломался, я не стоял. На ходу практически все на ходу делалось. Урожай хороший был из-за того, такой результат. Рядом такие же труженики села. Рекордсмены только из Павловского района. Механизатор Алексей Бердник и молодой помощник Андрей Фомин. Целый экипаж крестьянско-фермерского хозяйства. Намолотили больше 45 тысяч центнеров зерна. Работали с ранку и до поздна, с восьми уже в поле. И было такое, что и до двух часов ночи работали, и до трех часов ночи. Ну, когда позволяло вот это, как бы сказать, там росы выпадут, либо еще сырость, там влажность. А так до упора работали, чтобы добиться таких результатов. Урожай пшеницы в этом году рекордный за последние 10 лет. Вес кубанского каравая – 8 миллионов 312 тысяч тонн. Краснодарский край в этом году первый в стране приступил к уборке зерновых, открыв новый сельскохозяйственный год. Мягкая зима, необычно жаркий май, весенние суховеи – все это повлияло на зерновые культуры. Они созрели на 10 дней раньше срока. Нынешний урожай на 3 миллиона тонн больше прошлогоднего. Праздник аграрии впервые отмечают в 7-тысячном зале баскет-холла. Ни одного свободного места. В Краснодар приехали хлеборобы со всей Кубани. Главный виновник торжества на сцене – каравай. Большой концерт для всех, кто хорошо поработал на уборке урожая. Сегодня здесь лучшие творческие коллективы края. Кубанский казачий хор, солисты музыкального театра и Краснодарской филармонии. Детушки мои, крошечки, от каравая жизни оторвали вас. Кубань всегда была житницей России и кормила страну даже в тяжелые годы войны. В 43-м горели хлебные поля. Но солдаты ценой своей жизни уберегли каравай. Тогда из Геленджика отправили зерно в блокадный Ленинград. За каждую крошку хлеба боролись и помогала во все времена аграриям покровительница, спарительница хлебов. Ее сегодня тоже вспомнили на празднике. Спустя 70 лет кубанское зерно остается гарантом продовольственной безопасности страны. Для всех живущих на Кубани работа на земле по-прежнему святое дело. Возделывать поля, растить хлеб – это то, что испокон веков занимались наши отцы и деды. И сегодня мы ставим перед собой новые цели. Все выше поднимаем планку. Сегодня от того, какой будет урожай на Кубани, во многом зависит продовольственная безопасность страны. Будет хлеб на Кубани, значит будет хлеб и в стране. Я знаю, каким тяжелым трудом достается хлеб. Сколько крови и пота, души и сердца в каждом зернышке кубанского коровая. Спасибо за каждый час, за каждый день вашей битвы, за урожай. Благодаря вам, простым труженикам, у миллионов россиян, российских семей, на столе будет кубанский хлеб. Низкий вам поклон. С праздником! На сцене сегодня чествуют победители жатвы 2013. В лидерах Тимошевский, Каневской, Ленинградский, Василковский и Калининский районы. Труженикам села вручают дипломы и денежные премии. Отдельные поздравления сегодня чемпионам жатвы. По кубанской традиции все они получили в подарок автомобили. Рекордный урожай – заслуга всех – механизаторов, комбайнеров, агрономов и, конечно же, селекционеров, отметил Александр Ткачев. Край за последние годы сделал огромный шаг вперед в растенебоческой отрасли. И, по всей видимости, это только начало. Наш герой труда Кубани, Людмила Беспалова, когда получал награду, мне шепнуло на ухо. Александр Николаевич, вы знаете, мы уже получили новую селекцию пшеницы, азимой, которая потенциально может давать 130 сантиметров с гектара. Так это? Так что нам есть куда двигаться. Наши лучшие в мире селекционеры, ученые нам в этом помогут. Рекорды жатвы сегодня на праздники не раз сравнивали с олимпийскими. И не просто так. С Караваем 2013 будут встречать участников зимних игр в Сочи. За новыми победами в Кущевский район отправился уже на своей машине комбайнер Николай Хохлов, отец большого семейства. На выходных чемпион жатвы с детьми и супругой планирует отдохнуть на море. Больше всех отца ждет дома старший сын, который мечтает протестировать новый автомобиль. Евгений Вольский, Нинель Восконян, Антон Калиниченко и Денис Москаленко. 9 канал Краснодар.